Девушки отдыхают Мужественные, смелые военные моряки бдительно охраняют мирный труд советского человека. Музыка После Октябрьской революции Россия осталась практически без военно-морского флота. Многих моряков увлек водоворот бурных событий, а позже их разбросало по фронтам гражданской войны. Боевые корабли были частью затоплены, частью уведены за границу, а немногие оставшиеся стояли у причалов, постепенно ветшая и приходя в негодность. По-настоящему к проблемам флота руководители Кремля обратились лишь в середине 30-х годов. Тогда велись острые дискуссии о том, какой именно флот нужен стране. Одни считали, что следует сделать ставку на мобильные малотоннажные корабли, которые могли обеспечить надежную оборону морских рубежей СССР и строительство которых не было бы обременительным для скромных тогда возможностей промышленности. Однако победила точка зрения Сталина, который был сторонником линкоров и крейсеров. Он считал, что только они имеют внушительный устрашающий вид, а главное престижны и представляют собой лицо страны. В те годы опеку над военно-морским флотом взял на себя комсомол и по его призыву на боевые корабли пришли служить тысячи молодых добровольцев. В 1936 году была одобрена программа строительства большого флота, рассчитанная на 7 лет. Предполагалось построить десятки линкоров, крейсеров и эсминцев, около 300 подводных лодок различных классов. Однако поначалу выполнение этой амбициозной программы тормозили недостаточные мощности экономики, а затем грянула война. В годы Великой Отечественной военно-морской флот из-за своей малочисленности сколько-нибудь самостоятельной роли не играл и в основном выполнял вспомогательные функции. На Балтике боевые корабли своими орудиями главного калибра внесли весомую лепту в оборону Ленинграда. Моряки-черноморцы в первую очередь обеспечивали проведение десантных операций, а для Северного флота главной задачей было сопровождение транспортных конвоев союзников. Флот во время Великой Отечественной войны, Второй мировой, нас, конечно, не вел каких-то сражений на море, какие-то операции. Это были в основном десантные операции. И вот уже в Советско-японской войне там высаживались десанты в Корею, на Курилы, сделали весьма серьезный вклад в теорию оперативного искусства и, в общем-то, победоносцы завершили войну. Однако даже при том, что Советский военно-морской флот не принимал участие в крупных сражениях и операциях, он понес за годы войны страшный урон. В первую очередь от действий немецкой авиации. Боевые корабли Красного флота подчас оказывались совершенно беззащитными перед налетами Люфтваффе. Огромными были потери и от действий нацистских субмарин, и от мин. В итоге, к концу войны, Советский флот был катастрофически ослаблен и, по сути, мог сколько-нибудь эффективно выполнять лишь задачи по охране морских границ страны. У нас не было флота вообще. Если говорить на Северном флоте, то была бригада миноносцев, бригада лотов. Вот весь Северный флот был после войны. На Черноморском флоте, там эскадра была, на Балтике эскада, Дальний Восток тоже самое. В отличие от СССР, военно-морской флот США стал к концу войны самым мощным в мире. В 1945 году под американским вымпелом было более тысячи кораблей основных классов, что вдвое превосходило боевые силы былой владычицы морей Англии. Но, помимо прочего, война выявила и то, какие именно корабли способны обеспечить решающую победу на морских театрах военных действий. На Тихом океане три державы начали войну в 40-х семью авианосцами. Это Соединенные Штаты, Англия, Великобритания, Япония. Закончили войну три страны, имея 178 авианосцев. Неудивительно, что сразу после войны ведущие военно-морские державы мира стали постепенно избавляться от устаревших линкоров и сделали ставку на авианосцы. Попытку проанализировать итоги войны предприняло и советское руководство. Все события, которые происходили в послевоенное время, они, конечно, касались изменения принципиальных основ в строительстве флота. Ну и Сталин, конечно, с учетом его дееспособности и энергичности, он уже 27 сентября 1945 года спланировал совещание по вопросам строительства флота. Товарищу Сталину наша краснофлотская ура! Наркомом военно-морского флота был тогда легендарный адмирал Николай Пузнецов. Он был назначен на этот пост Сталином в 1939 году в возрасте 35 лет. 21 июня 1941 года, накануне войны, несмотря на строжайший запрет, он объявил на всех флотах готовность номер один, что означало в случае нападения открывать огонь по врагу. Благодаря этому приказу в первый день войны флот не потерял ни одного корабля. Кузнецов никогда не боялся вступать в открытый спор со Сталином. Из-за этого его судьба напоминала океанскую волну, то взносила на самый верх, то не извергала вниз, принуждая все начинать сначала. За свою карьеру Кузнецов был дважды контр-адмиралом, трижды вице-адмиралом, один раз адмиралом флота и дважды достигал высшего тогда флотского звания адмирал флота Советского Союза. Другой такой бурной биографии не сыска. Сталин вообще ценил выдающихся администраторов. Чем был наделен Кузнецов в полной мере, так это просто необычайным организаторским талантом. Он имел организовать любое дело, маленькое и большое. А Сталину нужен именно такой был человек. Николай Герасимович, конечно, отлично понимал, что советское государство выходит, имеет колоссальную морскую границу, выходит на несколько морей и океанов. И, естественно, он тоже понимал, что противостояние в дальнейшем, тем более все шло к тому уже при нем, должно быть между Соединенными Штатами и создаваемым там блоком НАТО. И он уже создавался. К исходу войны Николай Герасимович Кузнецов разработал предложение по принятию 10-летней программы строительства военно-морского флота. Задача была о том, чтобы создать мощный океанский ракетный радиофлот. Кузнецов, безусловно, поставил вопрос об авианосках. Ну, Сталин, уходя от этого, значит, сначала давайте построим легкие авианосцы, ну, а в последующем, к сожалению, и эти легкие авианосцы были зарублены. Кузнецов вспоминал, как Сталин аргументировал свою давнюю приверженность линкорам и крейсерам. Он говорил, что колониальная система распадается, СССР должен предстать перед народами всего мира обладателям могучего флота, чтобы они, зачарованные внушительным видом линкоров, уверовали в несокрушимую силу социализма. Пожалуй, Сталина трудно заподозрить в том, что он не понимал уроков Второй мировой войны и потому недооценивал роль авианосцев. Против них были многие влиятельные советские адмиралы и руководители промышленности, которые просто боялись браться за совершенно новое для себя дело. Но все же главная причина отказа от строительства авианосцев была, скорее всего, много проще. Ну, вот давайте встанем на его позицию. Только что кончилась война. Наша страна разрушена. Тысячи городов и сел, тысячи заводов, фабрик, колхозов и совхозов ушли на нет. Разрушена в Европе, в европейской части нашей страны. И вот все это нужно восстанавливать. Вряд ли он полагал, что война начнется в ближайшую пятилетку или другую. Поэтому можно было отодвинуть вот такую большую кораблестроительную программу. Была еще одна веская причина того, что Кремль не мог выделить достаточных средств для флота. Стремясь обезопасить страну от ядерного шантажа со стороны США, СССР был вынужден бросить все ресурсы на создание собственной атомной бомбы. Кстати, из-за этого было отложено осуществление еще одного перспективного проекта. Александр, академик, он в 88-м году давал известиям интервью, он сказал, мы уже в 1945 году начали разработку установок атомных для кораблей. Не конкретно подводных, для кораблей. Ну, фактически, вот пошли на подводные лодки, потому что у нас направление такое оказалось. Но, понимаете, мы уже начали разработки и все. Ну, этот Берия сказал, все это потом, главное сделать бомбу. И все было прикрыто. И только началось опять эти разработки в 1951 году где-то начали так потуги. И все же первая десятилетняя программа развития флота была принята и начала осуществляться, хотя многим были очевидны ее недостатки. Но большего страна тогда просто не могла себе позволить. И вот первая программа как раз была принята в 1946 году по 1956 год. Первая десятилетняя программа. В это время шло не только строительство кораблей, но восстанавливались и судостроительные заводы, судоремонтные заводы. Дело в том, что наши верфи были забиты все, и старые, и те, которые остались после немцев. Они были забиты корпусами кораблей той программы, которая была, которая реализовывалась до войны. И поэтому было принято такое новое, принципиальное, сначала политическое решение Сталином, что их достроить, и промышленность сразу все это взялась. И мы сразу стали, наша вся страна, стали строить довоенный флот. Это была принципиальная ошибка. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С 46-го года, как мы считаем, началась Холодная война. В основе Холодной войны, в основе Холодной войны, безусловно, ну, мы, как считаем, занимает одно из первых мест, это противостояние на море, противостояние на суше и в воздухе, вот, и в том числе и в космосе. И первый период противостояния американцы выдвинули такую стратегию превентивного удара. И они пробили ассигнования настоятельства огромного флота. И с учетом реактивной авиации, как в то время были, стали строить тяжелые авианосцы, те, которые принимали реактивную авиацию. Причем, даже тогда американцы сумели на эти авианосцы посадить Нептуны с атомными бомбами, с атомным оружием. То есть, уже не тогда были готовы к атомным ударам. Хотя, как говорится, взлет был с авианосцем, посадка только на суше, но унес уже атомное оружие. В то время и ядерное оружие играло большую роль для устрашения. Поэтому Советский Союз с опозданием высказал, что в 49-м году впервые было испытано ядерное оружие, и наши ученые-специалисты стали внедрять ядерную энергетику на корабли. Первыми там, где применялось ядерное оружие, это были атомные подводные лодки. На подводных лодках создавался ядерный реактор и началось встретиться в первых подводных лодках. Постановлением Совета Министров в 52-м году было решение о строительстве атомных подводного флота в Советском Союзе. И в 54-м году на Сиродвинском или Молотовском в то время заводе была заложена первая атомная лодка, которая вступила в строй в 59-м году. Она называлась подводная лодка К-3, потом была переименована в 62-м году Ленинский комсомолец. Другим важнейшим направлением тогдашней военно-технической мысли была разработка ракетных вооружений. Подводные лодки благодаря своей способности скрытно приближаться к территории противника идеально подходили для размещения на них баллистического оружия. У нас была большая дизельная подводная лодка 611-го проекта, ее потом назвали 611-й АВ-проект, которая подходила для такой цели, чтобы на ней разместить баллистическую ракету типа Фау-2. Эта ракета перерабатывалась в конструкторском бюро, которое возглавлял Сергей Павлович Королев. И смысл заключался в том, чтобы поставить ракету внутрь подводной лодки в рубку. Перед стартом она поднималась специальным подъемником и из надводного положения стартовала. Это был очень простой способ, но очень оригинальный. И первый в мире пуск такой баллистической ракетой был ослён нами. Этот пуск состоялся в 1955 году, намного раньше аналогичных испытаний в Соединённых Штатах. Рьяным сторонником первоочередного развития атомного подводного флота был Никита Хрущёв, ставший новым лидером страны после смерти Сталина. Дело в том, что Никита Сергеевич находился в таком эфорическом состоянии и того продукта, что ли, нашей науки, как баллистические ракеты, потом крылатые ракеты, и что нам не надо ни кораблей, ни самолётов, тем более авианосцев, которые дороги для народного хозяйства, и что этого не надо ничего строить, корабли только для визитов и для парадов. Постоянно фонтанируя новыми идеями в самых разных областях, Хрущёв в какой-то момент, похоже, почувствовал в себе способности к новаторству даже в кораблестроении. Он сказал, давайте, построим такую подводную лодку, и на неё такую торпеду с такой водородной головкой, которая пол Америки снесёт. Ну, может быть, я утрирую немножко, и построили, то есть, начали проектировать, такую подводную лодку. Причём, длина этой торпеды была колоссальная, диаметр ещё был тоже колоссальный, и эта торпеда вообще, то есть, эта лодка была нонсенсом. Я же знаю, на северном флоте в это время стояли крейсера в Молотовске 68 БИС, готовые выходить в море, было приказано их разоружить, разделать, и мы сами, вот, при Хрущёве было уничтожено пять или шесть крейсеров 68 БИС, прекращено их строительство, они были порезаны. И рабочие в Ленинграде, на судостроительных завода, с возмущением об этом говорили. И когда мы построили уже подводный флот, вот, 70-е годы, то нам не на чем было выходить в океан, потому что крупных надводных кораблей для управления подводными лодками и управления силой моря у нас не было. Но если посмотреть вот с другой стороны, ведь строили мы корабли, которые, может быть, проектировались ещё в довоенный период, то есть, разрабатывались с нашими конструкторами. И они уже не несли того нового, что нужно было бы внести в жизнь флота. Это был вчерашний день. Так вот, порезав, уничтожив корабли, он сосредоточил, высылывал бы делшие средства для создания такого мощного вида вооружённых сил, и до сегодняшнего дня представляют угрозу для любой страны мира или группировок блока. Это ракетные войска стратегического назначения. И Хрущёв, и Николай Кузнецов, возвращённый после смерти Сталина на пост главком ЛМС, считали необходимым сделать ставку на создание ракетно-ядерного флота, прежде всего подводного. Не случайно на Западе Кузнецова назвали отцом советской военно-морской мощи. Однако в полном объёме воплотить свои планы в жизнь ему не дали. Кузнецова за его независимость и упорство недолюбливали и Хрущёв и тогдашний министр обороны Георгий Жуков. В 1956 году адмирала по беспочвенному обвинению сняли с должности главкома, в очередной раз понизили в звании и уволили из армии без права на восстановление. Преемником Кузнецова на посту главкома ВМС стал его ученик адмирал Сергей Горшков. На этом посту ему было уготовано судьбой пробыть почти 30 лет и пережить четырёх советских лидеров. В нём удивительным образом сочетались государственный деятель, военачальник и выдающийся военно-морской мыслитель, теоретик. Его книга «Морское государство», которая вышла на рубеже 70-х годов, до сих пор является Библией не только наших моряков, но и моряков всего мира. Он был большой прагматик, большой дипломат, притворно соглашаясь с Хрущёвым во всём. Гошков сумел выстроить линию поведения своего по отношению к нему так, что Хрущёв фактически отказался от своей военно-морской доктрины и принял военно-морскую доктрину, которую ему предложил Гошков. Именно при Хрущёве началось создание ракетно-ядерного океанского флота. От Миссины до Гаваны я видел земли иностранные, я встречал в морях рассвет, видал и новый свет, но крашен царь российских мирений далёко, далёко от дома матрос встречал в морях рассвет видал и новый свет, но краше царь российских мирений нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Встречал в морях рассвет видал и новый свет, но краше царь российских мирений нет. Советский сдемонстрировал свою систему на странах африканских, ближневосточных, поддерживал эти новые демократические режимы и так далее. И мы, соответственно, флот, армия там не могла быть, а только флот было дозволено быть там. Мы начали, значит, в 58-м году была сороковая бригада в Албании базировалась на это, на флёра, залив лёра, а эта бухта называлась это, Лиман-Паша. 58-й 58-й год, когда у нас были дружные отношения с Албанией. И вот тогда впервые бригада подводных лодок с Балтийского флота под командованием капитана 1-го Егора прибыла туда. 6-й флот американский забеспокоился, когда появилась бригада подводных лодок. Наши подводные лодки 613-го проекта, это Валентин Козлович, он по энтерпрайзу совершил, где там Эзенхауэр был на борту, а он по нём атаки производил. И когда Эзенхауэр узнал, что подводники атаковали, условно, естественно, понимаете, то он был поражён, понимаете, так всё. А этого хотели наказать командира там всё. Но когда Хрущёв узнал об этом, то он сказал, какой наказать, пожить надо. Однако в 1961 году из-за ухудшения отношений Москвы с Тираной эта средиземноморская база советского флота была утеряна. Часть подводных лодок вернулась на родину, а часть осталась у Албании. В те годы советские военно-морские силы начали постепенно осваивать дальние морские и океанские просторы. Поначалу это были, как правило, визиты боевых кораблей в дружественные СССР страны. Мне в своё время довелось с отрядом быть в Африке. Заходили в экваториальную Гвинею, небольшое государство, там район Экватора в Африке на Атлантическом побережье. Долго отдельно можно рассказывать. Но мы там поболи, на надводном корабле я заходил. визит там проводили, ряд действий. Посол в конце мне сказал, Рудольф Александрович, вы здесь со своими моряками за где-то мы там дней 10 были всего, вы, говорит, сделали столько для показа нашего образа жизни, причём самых нормальных, простых моряков, сколько нам здесь, всему посольству и за три года не сделать. Вот штрих. Таких походов было много за границей. Часто заходы советских военных кораблей в зарубежные порты превращались в настоящий праздник и для наших моряков, и для местного населения. С одной стороны, это было проявлением дружественного отношения к СССР, а с другой, советский военно-морской флот тем самым демонстрировал свою всё возрастающую силу. Можно сказать, что стала осуществляться давняя мечта Сталина. В 56-м году уже флоты наши Северный, Тикянский, Черноморский, Балтийский, они уже главный удар носился надводных кораблей. Это были эскадры, подводные лодки, уже были дивизии подводных лодок, уже была создана морская авиация, дивизии морской авиации. То есть, короче говоря, появились рода сил, которые могли решать свои свойственные задачи. Вторая программа десятилетняя, она позволила уже и дальше строительство атомного подводного флота. Начало атомной эры корни изменило многие традиционные взгляды на роль военно-морского флота. В Москве из сообщений разведки было известно, что в Соединенных Штатах идут интенсивные работы по созданию субмарины с ядерной силовой установки. И в 1952 году Кремль принял решение о строительстве первой советской атомной подводной лодки. кто может нанести ядерные удары с моря? Это авианосцы своими штурмовиками. Раз. Второе, стратегическая авиация. Два, которая через, предположим, северный полюс будет двигаться к нам на наши объекты. И третье, это атомные ракетные подводные лодки. Американцы начали строить первые экспериментальные подводные лодки наутилу, скорпион, а потом перешли к строительству подводных лодок от серии Джорф Вашингтон. Это так называемые пларбы, подводные лодки атомные с баллистическими ракетами. И они составляли основу ядерного потенциала США. Мы же пошли по другим путем. У нас основу ядерного потенциала составляли ракетные войска с террористическим значением. А часть доля была флота и дальней авиации. Тогда еще военно-морская наука, ну и военная наука в морях и океанах, она еще не достигла такого значительного уровня. Хотя, конечно, у нас уже строились подводные лодки с баллистическими ракетами. Это сначала были дизельные подводные лодки с 3-ми баллистическими ракетами, потом атомные подводные лодки проекта 68 тоже с 3-ми баллистическими ракетами. Ну и только настоящий стратег Ленинец. Вод был построен К-137 только к 1667 году и вышел на боевую службу. Первая советская атомная подводная лодка была заложена в 1955 году и спущена на воду через два года. В начале 60-х годов на вооружение военно-морского флота стали поступать уже серийные ядерные субмарины первого поколения. Они имели как торпеды, так и ракеты. В зависимости от цели их применения они делились на три категории ракетоносцы стратегического назначения, лодки-убийцы авианосцев и охотники за субмаринами противника. Подводный флот быстро превращался в главную удару силу советских ВМС, а в Кремле вообще рассматривали его как наиболее оперативный и эффективный вид вооружения. Именно субмаринам предстояло сыграть главную роль в 1962 году, когда серьезным образом обострилась ситуация вокруг Индонезии, лидером которой тогда был просоветски настроенный президент Сукарна. В начале вот 60-х годов Индонезия попросила, чтобы наши корабли были там для поддержки. Была направлена туда бригада подводных лодок в ловес капитану Перворан Криворучка. И советник в то время в Индонезии вице-адмирал Чернобай принимал подводные лодки. Была туда переброшена авиация и наши были там корабли. Потом были оставлены подводные лодки в Индонезии. Специалисты там обучили индонезийцев и они стали создавать свой флот. Перед выходом собирал командующий флотом Фокин и сказал «Среди вас распространяются слухи, что вы идете участвовать в боевых действиях. Я вам на это отвечаю. СССР ни с кем не воюет. Вы идете передавать подводные лодки. Но наши жены и семьи знали, откуда не знаю, что мы будем принимать участие в боевых действиях». Конфликт разгорелся между Индонезией и Голландией из-за территориального спора. В возможных военных действиях и должны были принять участие советские подводники. Наша бригада подводных лодок была развернута в районах Индонезии на водах и было приказано, что корабли, проходящие через этот район, где находятся подводные лодки, топить любые корабли. Все экипажи были настроены так, чтобы выполнить приказ Коммунистической партии Советского правительства. Головное ощущение даю, что это именно так. И мы бы и не колебались. Наша позиция была около города Моноквари. Мы намеревались войти в бухту, выпустить торпеды по пирсам и емкостям с топливом и, развернувшись, выйти из этой бухты. Вползали уже в бухту и на глубине примерно метров 15-20 получили радио. Голландия капитулировала, операция отменяется. Был большой риск, безусловно. Вот в этих наших акциях, я бы сказал, поддержки новых режимов, был большой риск, безусловно. Можно было бы и развязать, ну, я не третий мир, но развязать войну в регионе. Это вполне возможно. Когда мы всплывали в надводное положение, днем для зарядки на боевой позиции, то мы принимали прямо по нашим Сони приемникам всем-всем-всем на всех языках мира широта, долгота такая-то, здесь позиции, боевые позиции русских пиратов, подводников, всем обходить эти районы. Маристии от нас были американские подводные лодки, наши координаты были в руках у противника. Плавание в южных морях было нелегким. Отсутствовали подробные карты, непривычными были еда и, главное, нестерпимая жара. Никаких кондиционеров на дизельных лодках тогда не было и в помине. Наши матросы могли нести вахту от силы 15-20 минут. После этого тоже тепловой удар, но старались не допустить 15 минут в подводном положении и меняли. Уводили их в концевые отсеки, ложились прямо в трюм, а в трюме все испарения и все, что с нас под ручьем лился, да и сами мы были только в одних трусах, да и полотенце через плечо, больше ничего. Корабли наши в этих условиях тяжелейших тропических были не совсем готовы действовать. Сложнейшая гидрология, будем говорить, и в общем-то не тот противник, который опять-таки должен был бы угрожать Советскому Союзу. Почти одновременно в США и на Кубик власти пришли молодые энергичные лидеры Джон Кеннеди и Фидель Кастро. В Вашингтоне с самого начала открыто возненавидели кубинскую революцию и всеми способами стремились с ней покончить. Однако новые власти Гаваны нашли поддержку в Москве и по инициативе Хрущева на остров Свободы для отражения возможной американской агрессии в условиях строжайшей секретности был направлен советский воинский контингент и даже ядерное оружие. Однако в конечном итоге об этом стало известно в Вашингтоне и Кеннеди установил морскую блокаду Кубы. Ситуация обострилась до такой степени, что СССР и США оказались на грани атомной войны. Буквально в последний момент ядерного столкновения удалось избежать. В этих драматических событиях ограниченное участие принимал и советский военно-морской флот. Были переброшены бригада ракетных катеров, полк минталпедной авиации и развертывалось четыре подводные лодки под командованием комбрига Агафонова, капитана первого ранга. Но дизельная подводная лодка она может где-то 48 часов скрытно под водой только следовать. А дальше надо бить зарядку 7-8 часов и снова погружаться. То есть скрытности никакой нет. А американцы как раз-то по пути развертывания на Кубу у них было здесь несколько создано противолочных рубежей. Американцам была поставлена задача не пропустить нас. Всеми силами нам задача пройти. И тут вопрос решался так. Кто кого за хвост поймает. А у американцев один был выход поймать лодку за хвост держать ее. Нет применять оружие. У нас то же самое. Если только он встанет на пути перекроет путь своим корпусом у меня выход один стрелять по нему торпедой погружаться и прорываться. А они ставили радиогидробуи линиями и имели точное место каждой подводной лодки. Все равно нужно рано или поздно всплывать для зарядки. Лодки дизельные. Обеспечивало подводное движение только аккумуляторная батарея. И американцы именно так и говорили. Прямо на корпус слышали передачи. Иван, у вас батарея почти на нуле, вам пора всплывать, делать зарядку. А чтобы Иваны, вы не сомневались, сейчас мы бросим гранату боевую. И через 5-7 секунд как кувалды по палубе. Конечно, граната вреда подводной лодке не причинит, но чувствительно, точно всплывали 3-4 американских корабля по корме. Игра в кошки-мышки. Сделан доклад Кеннеди, что вот такого-то числа в окружении миноносцев всплыла советская подводная лодка. Кеннеди был, конечно, удручен этим докладом и заявил, что вот этого нам еще не хватало. Но факт фактом. Эта игра в кошки-мышки между американским флотом и советскими подлодками в случае обострения конфликта могла обернуться трагедией, ведь наши субмарины были вооружены ядерными торпедами. не надо забывать о политическом значении этого символического шага. И о том, что для того, чтобы поймать эти четыре подводных лодки, американцам пришлось задействовать около двухсот кораблей и несколько тысяч самолетов. Это тоже имело значение. Политическое в первую очередь. То есть здесь нельзя давать какие-то однозначно резкие оценки. Теперь говорят, что вот на этом примере наши лодки были бы все уничтожены. А я скажу, это еще вопрос. Во-первых, там, конечно, американцы сосредоточили все свои противолодочные силы и противолодочные авианосцы, и корабли, и авиацию, и система генокурсического наблюдения сильная была. Но это было мирное время. А если бы это было военное время, что, неужели бы мы, наши командиры, а там сильнейшие командиры подводных лодок были, они дали бы возможность себя вот так вот безнаказанно гонять, разрядить батарею всплыть с поднятыми руками? Да нет. Каждый имел там десяток с лишним или там два десятка или там с лишним торпед. Не будем говорить о ядерных. Обыкновенных торпед. Одну торпеду пустил в авианосец самонаводящий достаточно, чтобы авианосец больше уже не плавал. Второй пустил там по эсминцу противолодочному кораблю, тоже достаточно, чтобы пустить на дно. Неужели командиры бы не использовали свой боезапас, а ждали, когда их уничтожат? Да нет, конечно. Наши подводники четко выполняли свою поставленную задачу находиться в этом районе, блокировать продвижение судов американских, Куби. И они ее выполняли. Если бы это были боевые действия, конечно, они бы свою задачу выполнили бы и утопили бы всех, кого положено, и даже более того. Если бы стало просто применять атомное оружие, естественно, атомное оружие я бы начал применять только по авианосу или по группе кораблей миноносов, которые не по одному кораблю стреляют, а по группе так, чтобы эта атомная торпеда причинила ущерб максимуму количеству кораблей. Карибский кризис не привел к развязыванию Третьей мировой войны. Его удалось разрешить путем переговоров. Однако обе действующие стороны конфликта, Советский Союз и Соединенные Штаты сделали из произошедшего однозначный вывод в условиях существования ракетно-ядерного оружия необходимо быть в состоянии постоянной готовности к войне. Подводный флот лучше всего подходил для этой цели и перед подводниками двух стран были поставлены новые задачи. Принципиальное решение о боевом патрулировании американцы приняли в апреле месяце 1963 года и официально замене Собороны Гилл Патрик объявил о том, что началось в Атлантическом океане боевое патрулирование подводных лодок системой Полярис и что они стоят на защите интересов Соединенных Штатов и так далее. Наша боевая служба подводных лодок началась с декабря 1963 года, когда эту задачу Горшков поставил Северному флоту и вот состоялись первые походы. Индонезийский и Карибский кризис продемонстрировали всю ущербность однобокой ставки на подводный флот. Обладая большой ударной силой, но действуя сами по себе, субмарины и прежде всего дизельные оказывались довольно уязвимыми, а потому малоэффективными и неспособными решить стратегические задачи. Опыт Соединенных Штатов с их авианосными соединениями показал, что добиться господства на океанских просторах может только хорошо сбалансированный флот, имеющий в своем составе надводные и подводные корабли различных классов. Значение этих кризисов для развития военно-морского флота было в том, что они стали крахом хрущевской военно-морской доктрины. Они показали ему, что значит господство на океанских и морских театрах Соединенных Штатов и их союзников. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Вот к чему мы пришли в начале 60-х годов, когда действительно мы стали мировой державой, которая заявила о себе как величина, по крайней мере равная Соединенным Штатам, другой сверхдержаве. Вот когда уже стала меняться наша экономика, развернутое было большое строительство Советского военно-морского флота, подводного, надводного, авиационного. Вот, то естественно уже стали меняться взгляды на его использование. А потом, собственно говоря, учитывая, что это была холодная война, серьезное противостояние и гонка вооружений между двумя блоками, то стали меняться взгляды на использование вооруженных сил, на использование военно-морского флота. Развитие Советских военно-морских сил неразрывно связано с именем адмирала Горшкова. Он совмещал в себе качество талантливого теоретика, практика и организатора и пользовался на флоте непререкаемым авторитетом. При нем среди моряков даже бытовала поговорка – нет Бога, кроме Нептуна, и Горшков – пророк его. Некоторые пытаются разделить Горшкова и Кузнецова. От Кузнецова, от Горшкова – это неправильно. Это единое целое. Единое целое – Горшков продолжил то наследие, то, что было заложено Кузнецову. Он командовал военно-морским флотом, главнокомандующим, почти что-то 29 лет. Он как раз был строителем, создателем океанского ракетного ядерфлота. Конечно, это был очень умнейший, грамотнейший человек и хорошо понимающий ситуацию и обстановку политическую внутри страны, но и личностную обстановку в руководстве партии, в руководстве правительства. Ежели бы это он хорошо не чувствовал, наверное, наш флот не был бы океанским, атомным, ракетно-ядерным. Партия, правительство уделяют развитию флота постоянное внимание. Горшков создал флот. Он не стоял у причалов, не стоял в базе никто, а находились группировки в море, называлось это боевой службой. Ну, группировки находились в Атлантике какие-то, подводных ли лодок, надводных ли кораблей. В Средиземном море постоянно там тоже находилась группировка и подводных лодок, надводных кораблей и авиации. На Дальнем Востоке тоже самое, в Индийском океане тоже самое группировки наших кораблей находилась. А что это такое? А это первый эшелон, первый эшелон, который в любую минуту был готов начать боевые действия. Это не оборонительная, это наступательная была стратегия уже. Наш военно-морской флот способен оказывать существенное влияние на ход и исход вооруженной борьбы на обширных театрах военных действий. И флоты в то время, вот при Горшкове, когда он был главнокомандующим, флоты имели все ядерное оружие различного значения. И флоты были оперативно-стратегическими объединениями. Как мы говорим, фронт, флот, фронт. Оно было приравнено к этому времени по структуре, по организации, по положению. Морская выучка в то время была, как никогда, была поднята на самый высокий уровень. Лодки у причалов, корабли у причалов не стояли, самолеты в ангарах не торчали. Постоянно отрабатывались, то ли в ходе боевой подготовки, то ли оперативной подготовки. До 50% в году, там, дней корабли находились где-то в море. И всем это нравилось, все были довольны, что действительно. Я, когда был в это время командиром подводной лодки, и сам чувствую, что это нужно, и удовольствие получаешь, и видишь, что экипаж с большой отдачей и удовольствием находится в море. Потому что каждый день совершенствуется навык. Каждый день что-то происходит новое, интересное. Советские рабочие отдают флоту свой труд. Ученые посвящают ему творческое вдохновение. На заботу партии, на любовь народа. Советские военные моряки отвечают новыми успехами в боевой и политической учебе. Высокой боевой готовностью на всех рубежах Родины. Конечно, очень много анализировалось, по каким формам нам догонять американцев. Потому что надо было не просто выходить в океан, а надо было достигнуть политета, равенства. По каким направлениям, по каким параметрам. По надводному, по ракетному флоту это было невозможно сделать. По авианосцам тем более. А вот по подводным лодкам, когда параметры наши отличались немного от параметров американских лодок, это можно было сделать. Строительство атомного флота дало очень большие преимущества нашего флота, значит, по темпам роста и так далее. Мы можем спокойно совершенно 90-120 суток ходить, и нам хватает всего. И запасов продовольствия, и обитаемость позволяет эти вопросы решать. И все условия. То есть, все упирается только, выдержит человеческий организм или нет. Фактор. Американцы не могут ходить более 50 суток. У них там рекорд был установлен 56 суток. При этом, если у нас на каждого члена экипажа койка на атомной подводной лодке, то американцев до сих пор офицером, и то иногда одна койка на двоих. А личный состав, как говорится, спит на одной койке трое. Эти атомные сверхнаутилусы могут обойти вокруг земного шара, ни разу не поднявшись на поверхность. Американцы в этой части, они с точки зрения решения задач безопасности своей страны, они вот установили константу. Им надо 41 подводную лодку с 16 баллистическими ракетами. Темпы у нас, видимо, возрастали. И вот если, значит, американцы 41 подводную лодку построили до 67-го года, а мы с 67-го по 74-й год построили 37 подводных лодок с атомными, так сказать, атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. В лучшие свои времена мы в год сдавали почти по 10 подводных лодок, атомных, ракетных. Конечно, американцев это выводило из себя, и поэтому к 72-му году был заключен первый договор, ОСВ он называется, ограничение стратегических вооружений. На флаг и тюль! Мирно! На флаг и тюль! Отнять! Благодаря энергичной политике Горшкова и возросшим возможностям советской экономики, ВМС страны стали во все возрастающем масштабе пополняться новыми кораблями. Военно-морской флот быстро наращивал силы. Во второй половине 60-х годов боевые корабли под советским вымпелом все увереннее заявляли о себе на мировых океанских и морских просторах, постепенно превращаясь в важный военно-политический фактор на международной арене. Однако пик славы и могущества советского военно-морского флота был еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok